Господи, Боже мой Господа, Боже мой Господи. Ну, суть дела такова, Надежда, Тутукова, Нижний Новгород. Вот, у подруги проблема, ее муж пьяница или же даже наркоман. И, естественно, когда находится под этим дурманом, неадекватное поведение, а есть дети, как быть? Если есть терпение, надо терпеть. Вы скажете, легко сказать, а попробуйте. Конечно, трудно пробовать и трудно переносить это. А если уж терпения нет, ну, пишите, и средств для существования нет, и материально жить невозможно. Кредиты взяли большие. Но я тебе скажу, что молись, а ты мне скажешь, ну, помолился ты сам. А кредиты отдавать, кто за меня будет? Другого вопроса, совета нет. Я думаю, что надо все-таки довериться Богу. И вот, как в Евангелии не раз это было, да, просто обращаются, помните, когда подошла некоторая женщина и начала просить Христа. А она была далекой от Бога, от веры иудейской. И кто-то сказал, что, ну, не подобает брать у сыновей, у детей, отдавать псам хлеб, пищу. Но она что сказала? Ну, и псы питаются крохами от стола господина своего. Проси. Проси и доверься Богу. И вы вместе со своей подругой. А если можешь, помоги ей, найди, кто помог бы ей. И я верю, что ты доверился Богу. И Бог за твое доверие поможет тебе в этой сложной жизненной ситуации. Оля, Егорова, Псков. Из семьи ушел муж. Есть маленький ребенок. Но вот очень важно понять. Очевидно, твоя была вина. Я осознала все свои ошибки. И очень хочу сохранить семью. Просишь помолиться? Оля, что я тебе скажу? Хорошо, что ты осознала свои ошибки. Ты осознал опять засвидетельство и свое сознание через исповедь в храме. Постарайся с мужем поговорить. Молись за него. И за себя, и за ребеночка. И этот мостик, возможно, вновь будет восстановлен. Помогай тебе Господь. Что такое благочестие внешнее и внутреннее? Ольга Левченко, Краснодар. Ольга, внешнее благочестие. Знаешь, что? Открой Евангелие, и там притчи есть о мытаре и фарисее. Вот в храм зашли мытарь. Ну, человек, скажем, грешный. Вот сборщик податей. И, скорее всего, он мало того, что было положено, очевидно, драл три шкуры. Со своих налогоплательщиков. Потому что это была Римская империя. И Палестина была завоевана. И фарисей. Его помолились Богу. Фарисей начал перечислять. Фарисеи, кто такие были фарисеи? Это люди, если с внешней точки зрения, очень праведные по жизни. Они формально соблюдали все предписания захода Моисеева. Все заповеди. Формально еще раз повторяю. Но внутренние были гнилые. И вот, когда он молился, то свою молитву начал с перечисления. Там, десятину даю, там, заповеди соблюдаю. И прочее. А тут увидел, стоит рядом, мыталь. Он ее знал, очевидно. Ну, говорит, там, к Богу обращается. Ну, что там говорить, Господи? Ну, вот, не такой, как вот этот мыталь. Да? И что сказал Бог потом? Что вышел. А мыталь только одно говорил. Боже, милости, буди мне грешному. И не мог поднять на небо глаза. И что Бог сказал? Вот, этот вышел. Оправданный, мыталь. А в фарисе, сужденный. Поэтому часто бывают вот внешние формы, когда человек внешний, постный вид имеет, длинный, обязательно, конечно, юбку, черный платочек. И ходит, кажется, в церковь постоянно. Бывает такое. А внешне такой злой бывает. Внутренний мир у него очень разбалансированный. Поэтому внешнее благочестие, это когда хочется, вот, чтобы все видели, какой я благочестивый, а снутри гнилой. Поэтому вот надо этого бояться. И внешне соблюдать правила приличия и нормы поведения христианского. Но самое главное, о внутреннем своем мире не забывать. Да, Валентина Трофимова, Ульяновск. В одном из храмов Симбирской епархии на протяжении 20 лет совершался обряд в усложжении икон. Многие люди приходили, не стирались, а потом запретили. Запомните, православной традиции нет этого понятия. Это некий будет фетишизм. Вот положили икону, и ты будешь здоровым. Положили на тебя икону, и ты пить бросишь. Так не бывает. Я еще раз повторяю. Вот это формальное отношение, да, икона – это образ Божий, или образ святых, или образ Царицы Небесной. Ты подойди к ней, встань, и обратись к первообразу, к Христу, к Богоматери, а не ожидай формального, механического исцеления от болезни, не живя так, как требует Церковь, как учит Господь, Матерь Божия, святые. Поэтому я еще раз повторяю. Это в какой-то степени мы начинаем сейчас культивировать здоровое отношение к святыне. Икона стоит, иди молись. Закажи молебен. Но не считай, что прикоснулся к тебе, и механически ты стал цел и здоров. Такого не бывает. Помогай Господь. Ну, опять умер брат Марина Черкасова, Бугу Руслан. Что делать? Как молиться за него? Мы уже неоднократно на эту тему говорили. Молись частной молитвой. Есть священники тебе расскажут особый такой чин о самоубийцах. И твори милостыню. Положись на волю Божию. Все теперь в руках Божьей. Юля Бондаренко-Львов работает в своем магазинчике. Постоянно там в основном водка и табачные изделия. Стоит ли продавать? Я бы не стал. Если ты верующий человек, отойди от этого бизнеса, найди что-нибудь другое. Это действительно тот яд, который губит тех, кто его приобретает у тебя в магазине. Не становись соучастником зла. Покупая продукты штрих-кода, нужно отрывать и выкидывать. Я не думаю, что отрывать, выкидывать. Пока что нет конкретного, что это штрихи антихриста и прочее. Молись, да и все. У тебя две имени. Юлия Мариевна. Мне молиться двоим или Юлия Мария Маталина? Ну, и Юлиан, и Мария Маталина. Египетская тоже является моей. Молись, молись и тому, и другому молись. Господь тебя сам определит. Кто твой ангел? Кто тебе давал? А все-таки так, ты поспрашивай своих, кто же у тебя все-таки, когда тебя крестили, через какого святого. Может быть, мама, папа, бабушка помнят. Кирилл Барашкин Пушкина. Господь наш Иисус Христос посылает нас на этот свет по своему произволению и милостью. Но кто-то живет правильно, а кто-то нет. Кто-то ходит в храм Божий, кто-то воспитывает детей, соблюдает западе, кто-то творит зло. Господь создает человека по образу. Господь уже с границей знает, каким будет человек на протяжении своей земной жизни. Так почему люди разные появляются на свет по милости Божией. Дорогой мой, в том и суть отличия человека даже от ангелов, что человек является образом Божиим и наделен самым главным даром, свободой выбора. Жизнь и смерть предложил я тебе. Избери жизнь, говорит Господь. Что случилось в саду? Ведь созданы были чистыми для райской жизни. Но дана была заповедь не кушать только от одного дерева. То есть свобода выбора дала. И предупреждение было. Как только съедите, вы умрете. И Бог, рождение человека, это величайшая тайна. Но каждый человек отдельный образ Божий. И ни в коем случае, как есть в некоторых религиозных направлениях, есть утверждение, что Бог уже предопределил, кто добрый, а кто недобрый. Тогда бы не было и смысла в заповедях, покаянии, в таинствах. Спас бы вас, но не без вас, говорят святые отцы. И поэтому человек, как образ Божий, создан свободной личностью, а не неким роботом. И отсюда люди одни исполняют заповеди Божии, а другие живут беззаконно, но каждый ответит за свои дела. Ольга Григорьева Ульяновск. Может ли священник жениться после рукоположения? Не буду уходить в вопрос, где этот священник, как? Принципиально отвечаю, что после рукоположения священник жениться не может. Все, Ольга. спасибо большое, до новых встреч, до свидания, дорогие мои слушатели и зрители. Здравствуйте, благословите. На ходу последний вопрос. Один из, может быть, для меня очень важных. Почему ранние христиане, некоторые, крестились на смертном адре? Это была довольно распространенная традиция. Считали, что вот, ну вот, я мол, Гришуна, она не сказал бы, что она очень хорошая. Были случаи, что на смертном адре, но были случаи, ждали, чтобы покреститься на смертном адре, а смерть заставала некрещенными. Это большая опасность. А не потому ли, что они еще боялись погрешить? Я еще раз повторяю. Я сказал то, что сказал. Спасибо, Господи, Владыка. Господи, большевая Господа, благослови Господи.